Нашли в этом селе что-то наподобие кафе, но написано ресторан. Боже мой, что это? Что здесь происходит? Ну вот он. Спросим, есть ли еда у них или хотя бы чай. А вот деньги у омлет Парата. Ой, макароны даже есть. Цены вообще смешные, копеечные. Ой, соки есть. Боже мой, как я хочу сок. А то не дойду, а вон и кухня. А вроде бы у них все есть, то что нам нужно. Так что мы сели, ждем. Уже заказали. У нас чай индийский, очень вкусный. На свежем молоке. Не на сливках консервных, а настоящее свежее молоко. И у Антошика сандвич омлет с сельцом. А я еще свой сок что-то заказала, сок из папайи. Вот и мой сок подоспел. Холодный, холодный. Его просто невозможно пить из трубочки. Пюре. Вкусный. Папайя. Антошечка еще себе заказал такой пирожок. Называется самуса. Вегетарианский. Там, по-моему, есть горошек зеленый, который он не любит. Он вообще любит зеленый горошек. Но так как его делают в этом, его замачивают ненадолго. И он практически, ну как, сырой. Хрустит на зубах. Не знаю, посмотрим. Сандвич ему очень понравился. Итак. Амна. Амна Али. Ресторан. Неплохой. Очень даже понравилось нам. Какой огромный флаг. Вот так. Фуджера. Ой, какая красота. А вот форт или как смотровые площадки. Да, непонятно. Они настоящие? Ну, в плане настоящие. Древние или новодел? Не знаем. А это общественный парк. Такой красивый. Мы здесь еще не были проездом, имею в виду. Потому что гулять здесь невозможно в такую погодку. Красиво смотрится. Такая улица красивая. И фонари красивые. С позолотой здесь. Здесь еще не обновленные светофоры. Очень старые. С отчетом времени. Сколько у вас секунд осталось до замены светофора. А вот через 22 секунды будет зеленый. Поехали. У нас 41 секунда. Итен тринь, Антушек. Да, отличный ресторан. По крайней мере, это сеть ресторанов. В Дубае они хорошо делают курку-гриль. Соки вкусные у них. Так, а мы еще в Худжеве. Это торговый центр. Этот городок принадлежит Шарше. Но называется Карфакан. Так, спасибо, Султан. И здесь одна из достопримечательностей. Может, университет, да? Да, Ор. Тауэрмен. Да. Наверное, что это. Университет Шарджи. Да, да. Здесь фонтаны. Очень красивые фонтаны. Конечно, не сравнить с дубаевскими поющими фонтанами. Но они тоже ничего так себе. Университет, да, все-таки? Да, университет. Красивый. И вот они, красавцы. По обе стороны. А, нет, по три стороне. Четыре. Четыре стороны охватывают. Не знаю. Не знаю, что это такое за здание. Но интересно выглядит. Чай? Да, это. О, это наш старый. Да, вспомнили. Подумали, что мы на этой улице были. Мы на улице это и ели. Может, ошибаемся. Хотя очень похоже. Нет, мы ошиблись. Мы здесь еще не были. Еще один фонтанчик. И мы подъезжаем к огромному водопаду. Искусственному, естественно. Но красиво смотрится. Пусть он и искусственный, но он красивый. Красота. Шух. Фонтанчик. Ой, балдеж. Амфитеатр тоже. Амфитеатр тоже. Ну, а как вы хотели. Все искусственно создано. Новодел. А вот и морюшка. А вот оно, море-море. Нам еще осталось минут десять ехать. Красивое море, да? Цвет такой темно-синий. И мы практически на месте. Вот наш отель. Вот прекрасный Снупи Айланд. Остров, возле которого я собираюсь сплавать. А здесь, рядом с отелем, вы можете приехать и отдохнуть с палаткой. Это открытый пляж. Еще караван стоит. С ночевкой, наверное. Да, да. С ночевкой приехали люди. Мы уже на месте. Оставили машину на парковке возле номера. Наш номер еще не готов. Сказали подождать минут двадцать. Так что у нас есть время пойти занять места. Хорошие на бассейне переодеться. Двадцать минут здесь потусим, а потом уже в комнату пойдем. Перенесем все вещи. Бабочка. Антошик пошел переодеваться. Ой, а я боюсь в наших местах коронные заняты. Там две дамы или три дамы сидят. Я не знаю, насколько долго, но пока сидят. И бассейн. Бассейн. Опять бассейн. И море. И остров. В общем, все в одном. Ну что, отпуск начался. Антошик полез. Фризинг. Говорит, холоднючая вода. А мы думали, будет как чай. Холодная. Ура. Ура. Но я переодеваться не буду. Я еще в это самом. Платики. Разложились. Заняли свои козырные места. Что там еще? Минут десять, наверное. И я пойду. Хочу оставить здесь Антошу. Пусть мне не это самое. Даст мне возможность разложиться все хорошо. Сумки разложить полностью. Поэтому я его сюда привела как дитя. Как дитя. Дитю постелила. Что еще? Что еще нужно? Но говорит, нет. Я пойду с тобой. Вот зачем он мне там нужен в комнате? Я все быстро сделаю. Человеку скажу. Человек мне все принесет. Помощников здесь миллион в этом отеле. Принесет, донесет. Мне только получается распаковать все. И то, пока распаковывать я полностью все не буду. Это я все вечером займусь. Чтобы зря время не терять. Правильно? Мы же на отдыхе. Мы же в отпуске. Только разложу. У меня три сумки. Получается холодильника со льдом. Все. Холодильник и заморозку. Это быстро сделаю. Переоденусь. И сюда. Все. Балдеть. У нас еще целый день. Ну, практически. Ну, полдня точно есть. Ну, что? Помощник нам помогает. У нас целая телега набилась. Ну, комнату уже потом покажу. А сэр бегом прибежал. Представляете, прибежал. Нет, чтобы сидеть там, отдыхать, плавать. Нет, пришел.